В России появится система мониторинга интервирусных инфекций. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Интеровирусы не относятся к числу особо опасных инфекций. После заражения прогноз, как правило, благоприятный. Полное выздоровление, если помощь оказана вовремя и правильно. Возможно, поэтому до недавнего времени эпидемиологи и не пытались их отслеживать. Системы мониторинга, в отличие от того же гриппа, у нас нет. Теперь после того, как грянул гром, она все же появится. Сложность еще и в том, что разновидности вируса масса, их более 70. Впрочем, большинству мало интересно, откуда пришел к нам вирус. Важно знать, какова угроза заразиться и как от нее уберечься. Уровень заболеваемости интервирусной инфекцией в этом году по сравнению с прошлым вырос в два раза. Речь идет почти о тысяче заболевших, в основном это дети. В нескольких тяжелых случаях, когда интервирус вызвал серозный менингит, спасти пациентов не удалось. Добавлю, в Ноябрьске пока ни одного случая заболевания менингитом выявлено не было. Но наши медики уже во всеоружии. В ЦГБ создан запас необходимых лекарств. Ведь расслабляться, как говорят сами, врачи не стоит. Скоро в Ноябрьск начнут возвращаться отпускники, а значит, могут привести в город и болезнь. Продолжение следует...